Теперь к другим темам. Важные заявления президента на совещании в Сочи, там обсудили планы про развитие оборонно-промышленного комплекса страны, недавние внезапные проверки в войсках, а также участие наших военных в антитеррористической операции в Сирии, по словам Владимира Путина, подтвердили под высокую боеготовность российских вооруженных сил. Глава государства позитивно оценила темпы перевооружения армии и флота. Ну а что касается стратегий дальнейших действий, этой теме президент намерен посвятить серию встреч с генеральными конструкторами и представителями командования. С подробностями Александра Черепнина. Денитная ракетная система нового поколения «Триумф» способна отразить любой удар с воздуха, даже если цель на расстоянии в 400 километров. На вооружении с 2007 года и сегодня Министерству обороны передан очередной полковой комплект. До конца года будет готов еще один. Концерт «Алма-Санте» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса работает с опережением графика. И так многие, выполняющие гособоронзаказ. Это, по мнению президента, результат слаженных действий ОПК и Минобороны. Предприятия работают ритмично. Вооруженные силы пополняются новыми ракетными комплексами стратегического назначения, атомными и многоцелевыми подводными лодками, а также надводными кораблями. Обновляется парк боевой авиации и зенитно-ракетных войск, вооружение и техника сухопутных войск и ВДВ. Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности наших вооруженных сил. И это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства. Нагрузка на отечественных производителей растет прямо пропорционально задачам, которые стоят перед военными. В ходе совещания Владимир Путин также отметил, что высокую боевую готовность наших вооруженных сил продемонстрировали и внезапные учения, к примеру, Центр-2015. Они прошли в Оренбургской области в сентябре. Участвовали 95 тысяч военнослужащих, проходили обкатку новые образцы вооружений и военной техники. Очевидно, что выводы и предложения по результатам проведенных учений и тренировок должны быть положены в основу планов строительства и развития видов и родов войск вооруженных сил на период 2016-2020 годов. Большинство оборонных заводов сейчас работают по авансовой схеме, когда 80% от стоимости заказа перечисляется к государствам еще до начала работ. Это позволяет обходиться без кредитов. Учитывая, что предприятия ОПК есть практически во всех регионах, где-то они градообразующие, то развитие обороны промышленного комплекса важно не только в масштабах отдельных субъектов, но и страны в целом. Встречи, в том числе с представителями промышленности, конечно, чрезвычайно важны не только для обеспечения и повышения обороноспособности государства, но и особенно в сегодняшних условиях экономического спада важны для развития самой промышленности, для экономики в целом. Мы прекрасно знаем, как много людей работает в этой сфере. Знаем, что эта сфера, безусловно, относится к высокотекологичным сферам производства. Сейчас, по официальным данным, гособоронзаказ на 2015 год выполнен больше, чем на 50%. О ходе работ главе государства докладывают регулярно. Совещание, которое сегодня состоялось в Сочи, первая из целой серии встреч президента с представителем Минобороны и предприятия ОПК. В ближайшие дни Владимир Путин увидится с ними еще не раз. Заседания в основном будут проходить в закрытом формате. Об итогах журналистам, как ожидается, станет известно в конце недели. Александра Черепнина, Алья Марин, Владимир Павлюков, Кирилл Зотов, Первый канал, Сочи.